друзья единомышленники youtube всем привет так случилось что у меня долгое время не выходили ролики на канале но есть этому самые простые обычные объяснения все знаем что у нас тут в стране бушует коронавирус в связи с этим долго мне не приходили комплектующие плюс еще работа на основной работе ну и лето тоже внесло свои коррективы все-таки лето есть лето хочется куда-то съездить ну наконец-то вот пришли все мои комплектующие из китая все что я заказывал и мне удалось собрать вот такой вот блок питания я понимаю что тема на ю тубе уже давно избитая роликов изготовления лабораторных источников питания из компьютерных блоков питания море но я не смог удержаться и тоже вот сделал подобную вещь в принципе я делаю для того чтобы использовать можно было в гараже в офисе в общем там где необходимо подключить какие-то потребители заранее не угадаешь от чего их питать ну вот чтобы не таскать какие-то огромные блоки сделал для себя вот такой блок питания сейчас вам о нем коротко расскажу что он из себя представляет как он как он сделан и что самое главное он может давайте сейчас пока поговорим о том что у него из органов управления есть но я думаю что всем понятно все достаточно прозрачно вот это вот китайский индикатор который я долго ждал в чем была собственно задержка это выход на зарядку юсби от дежурного питания дальше регулировка ограничения тока рядом регулировка напряжения это лампочка включения источника питания и этот светодиод показывает что есть дежурное питание значит это кнопка ну не кнопка тумблер которая включает собственно говоря запускает телку тл 494 включает шим большой тумблер это выбор напряжения вверх переключаем у нас будет от 0 до 20 вольт даже до 25 вниз от 0 до 10 есть еще вот один такой вот выход этот выход сделан для того чтобы можно было при необходимости подключить какой-то какой-то потребитель который требует 2 полярного питания сделано так что на выходе плюс 0 и минус 12 вольт специально собрал линейный стабилизатор питания платку я потом покажу ну и на выходе плюс 0 и также сохранил еще выход 12 вольтовый который но только его немножко усилил поставил более мощный диода 12 вольтовый выход который заранее сразу же был в этом источнике в любом источнике говоря tx он присутствует корпус сделан из обрезков ламината когда-то делал ремонт эти обрезки у меня остались девать их было некуда выбросить жалко теперь из этих обрезков делаю разные поделки так вот теперь это все получается красить его весь не стал покрасил сначала изначально думал покрасить только вот эти торцы потому что ламинат имеет такое свойство что впитывает влагу через незащищенные торцы потом разбухает некрасиво и становится корявым ну покрасить чисто только торцы не получалось поэтому пришлось прихватить вот еще как бы вот такие вот бока и в итоге получился вот такой вот внешний вид почему красная краска да даже сам не знаю почему-то захотелось красный сделал из красной краски снизу он выглядит вот таким вот образом сам источник питания здесь плата коммутирующая на которой скоммутированы все провода выходные на разъемчиках на этой же плате собраны два линейных стабилизатора плюс-минус 12 вольт вот здесь вы видите шунт который сделан из нихрома из толстого нихрома сразу скажу что на схеме я останавливаться не буду потому как пытаться что-то объяснить часто бывает совершенно бесполезно потому что когда вы решите сделать свой источник питания подобный вам попадется совершенно другой блок питания даже может оказаться что там в качестве шим генератора будет и не тл 494 и не к 7500 а что-нибудь совсем другое и все мои рекомендации которые я буду распинаться и говорить они будут в общем там никому не нужны и при этом на ю тубе есть такое количество квалифицированных грамотных рассказов как правильно сделать из компьютерного блока питания лабораторный источник питания что я наверно вряд ли там что-то нового добавлю от себя бы советовал посмотреть ролики дмитрия коржевского именно так и называется его канал дмитрий коржевский где он рассказывает о своем блоке питания собственно говоря идея сделать этот блок питания и возникла когда я смотрел ролики дмитрия коржевского именно у него я подсмотрел идею о том что можно не выкидывать все обмотки а все-таки использовать их только усилить дополнительно диодную часть выпрямительную часть ну и таким образом получить и двуполярное питание и достаточно большой ток снять если допустим сохранить 5 вольтовую обмотку она сильно точная то есть нее можно снимать большие токи и при этом иметь регулировку то есть диапазон регулировок от 0 до 10 вольт от 0 до 25 вольт спасибо как говорится дмитрию коржевскому и отсылаю всех заинтересованных кто хочет детально разобраться в схеме кто хочет понять как она работает там все рассказано так как бы это сделал профессор настоящий знаток электроники поэтому я даже не пытаясь с ним соперничать просто отсылаю вас пожалуйста посмотрите вам все будет понятно дмитрий у себя использовал стрелочные приборы я решил поставить вот такой цифровой китайский в общем-то сказать про него что-то достаточно серьезная не могу потому что не то что серьезно как-то положительно потому что отрегулировать его и сделать его точно настолько чтобы он показывал правильные и токи напряжения мне в итоге не удалось более-менее правильное напряжение он показывает только при подключенной нагрузке а так где-то примерно две десятых вольта на больших напряжениях и больше на холостом ходу он привирает с этим как-то можно жить и мириться ну давайте включим это все и посмотрим как это работает выключатель у него на обратной стороне его и переносить не стал после его включения сразу же включается лампочка о том что прибор находится что генерации нету а эта лампочка говорит о том что просто-напросто есть уже дежурное питание и в принципе можно заряжать от этого блока сотовые телефоны и включение включаем загорается индикация дальше мы можем выбрать диапазон либо от 0 до 20 вольт вот давайте добавим напряжение диапазон регулировки достаточно удобный выставить можно довольно точно все вот на холостом ходу он разгоняется до 24 вольт сейчас нагрузки нету поэтому крутите регулировку только бессмысленно но тем не менее регулировка плавная и самое главное что регулировка начинается от нуля если перейти в диапазон от 0 до 10 вольт все то же самое только этим же самым потенциометром вы будете уже плавно регулировать от нуля до 10 вольт ну и соответственно ток можно снять будет несколько больше никакой стабилизации конечно здесь нету все это пришлось выкинуть поэтому источник реагирует на внешнее питание если сеть плавает то и выходное напряжение тоже немножко плавает ну с этим приходится мириться вот так вот это работает сейчас я бы хотел посмотреть какие у него все-таки пульсации на выходе ну и какие токи с него можно взять есть у меня значит вот нагрузки этот подготовил когда экспериментировал чуть пожар не устроил ну а сейчас это все прикрутил на брусок чтобы опять не поджечь чего-нибудь значит давайте все это подключим в центре у меня минус здесь плюс сейчас зацеплю карабинчики так ну вот эта нагрузка она из себя представляет вот эта проволочная нагрузка она примерно из себя представляет примерно полома то есть ну для того чтобы понимать иметь возможность посчитать какой идет там ток в реальности вот я знаю что примерно примерно там полома значит ну включим диапазон от 0 до 20 вольт поставим некое положение ограничения тока генерация запущена поднимаем напряжение все уперлись в ограничение тока сейчас стоит максимум 6 7,6 ампера теперь можно ток увеличивать плавно соответственно растет и напряжение нихром разогревается до такой степени что загорается деревяшка мне уже становится страшно когда он начинает светиться как лампочка сейчас я попробую показать вам это как это происходит на самом деле вот уже чувствую что пошел жар на выходе имеем 26 ампер как я и говорил что ну примерно я точно не могу сказать сколько ом ну примерно 0,4 ома 0,5 ома где-то так то есть если поделить 11 вольт почти на 26 ампер будет примерно там 0,4 ома наверное ну наверное вот уже заметно сейчас что нехромовая нить нехромовая проволока начинает краснеть поэтому я убавляю ток чтобы не устроить пожар в общем-то требования по мощности к данному источнику питания наверное все таки здесь даже превышает мне задачи ну там обычно радиолюбительские потому что схемы вряд ли у радиолюбителей потребляют все таки по 20 по 25 ампер чаще всего это мало потребляющая схема а вот показатель того насколько качественный ток выходит с этого прибора это важно но понимал что с данной схемы вряд ли удастся получить ток такой что не будет совершенно пульсации поэтому сразу предполагал что пульсации наверняка будут но хотелось понимать все таки какого уровня эти пульсации и как с ними потом в случае чего бороться значит но давайте сейчас попробуем посмотреть что мы будем иметь создав такой прибор в качестве источника тока какие пульсации у нас будут на выходе сейчас у меня осциллограф стоит в режиме постоянного тока по моему глянем да в режиме постоянного тока режиме измерения постоянки немножко сейчас сделаю так чтобы было получили на так вот ну и давайте потихонечку поднимать напряжение что тут у нас чуть не вижу где постоянка на выходе 4 вольта уменьшает ток соответственно падает и напряжение увеличиваем если так то растет и напряжение но вот видно что есть пульсации пульсации заметны даже на разрешении когда клетка 2 вольта это говорит о том что пульсации значительные ну любопытно посмотреть в общем то каковы они на самом деле каковы они есть поэтому переключу осциллограф сейчас режим переменного тока и будем смотреть чисто переменку вот шкалу поставим поменьше ну вот так 100 милливольт клетка значит вот таковые пульсации когда ток идет на уровне девять с половиной ампер напряжение четыре с половиной вольта в общем понятно что если эту схему использовать в каких-то деликатных разлюбительских конструкциях то нужно делать еще стабилизатор уже на самой плате может быть это кстати и неплохо потому что сразу понятно что если вы хотите делать какой-то более-менее устойчиво работающий агрегат или какую-то устойчиво работающую схему то для нее нужно делать качественное питание а этот источник питания вам обеспечит только вот пульсации на уровне 100 милливольт на холостом ходу даже наверное будет и похуже как всегда неожиданно заканчивается память у телефона приходится останавливать съемку перезагружаться ну ничего не поделаешь приходится этим тоже заниматься иногда в общем еще маленькое лирическое отступление ловлю себя на мысли о том что как-то какой-то мой рассказ получается не как для друга какой какая-то лекция специально подготовлены для студентов поэтому мне бы не хотелось чтобы вы это воспринимали именно как лекцию просто это дружеское общение ну и смотрите на это не как на хвостовство а просто как на то чтобы как-то может быть кого-то смотивировать на изготовление каких-то своих родолюбительских схем и устройств ну ладно давайте продолжаем значит включаем еще раз посмотрим что мы там умеем вот как я и говорил значит пульсации все-таки достаточно большие а мне хотелось чтобы я мог подключиться к этому устройству и получить какой-то более-менее качественный источник питания поэтому был сделан здесь еще один выход для него вот такой вот разъемчик который подключается и на выходе у него плюс-минус 12 вольт нагрузка я пока отключу чтобы она нам не мешала мощные так и перекоммутируя осциллограф час здесь в качестве нагрузки небольшие резисторы двух ваттные по 160 ом ну это и в принципе схема тут на выходе сделано простейшие там стоит два источника питания линейных стабилизатора 7812 и 7912 которые обеспечивают положительные и отрицательные полярности ну вот заметил такую вещь когда не хватает питания для микросхем то видно что мы имеем достаточно мощный мощную пульсацию ну вот сейчас 14 вольт я сейчас вам это покажу вот обратите внимание на осциллографе никак не могу зацепить его до что ты когда-то давно испортил у осциллографа зацепку и теперь она у меня с трудом зацепляется за провода и это вызывает некое напряжение так ну вот значит сейчас вот мы видим что у нас подается 14 вольт ну и собственно на линейные стабилизаторы тоже подается эти же самые 14 вольт пульсация при этом мы видим что пульсация ну на уровне там даже можно поставить поменьше 50 вот так вот 20 милливольт клетка то есть в принципе где-то на уровне 20 милливольт ну это терпимо в принципе для лабораторника с этим можно жить но если мы только начинаем понижать напряжение то естественно работа стабилизатора прекращается он выдает полностью все напряжение которое на него попадает и пульсации становятся уже огромными ну вот клетка 100 милливольт то есть там порядка 200 250 милливольт пульсации ну как только вступает в дело линейный стабилизатор сразу же все как только повышаем напряжение пульсации становятся минимальными это работа линейного стабилизатора точно так же работает и положительная и отрицательная полуволна то есть опустились ниже начинаем получать все прелести подняли напряжение чуть выше чтоб начал работать стабилизатор все начинает работать идеально ну и вот для этого собственно я и сделал сюда поставил еще вот этот стабилизаторы отрицательные положительных напряжений значит теперь нам осталось только наверное раскрутить его и посмотреть что у него внутри внутри у него ничего особенного то в общем-то нету но все равно давайте заглянем выключим его сейчас весь разбирать я его не буду открутим верхнюю крышку верхняя крышка на четырех винтиках держится все достаточно просто откручивается крышки и корпус боковины и верхняя крышка они сделаны из ламината просто было жалко его выбросить так вот снимается верхняя крышка ну и внутри к вашему вниманию представляется в общем то обычный стандартный блок питания здесь вот стоит шунт который шел с измерительным прибором с этим с китайским два потенциометра регулирующие напряжение и ток ограничения тока с этой стороны можно видеть вот эта плата на которой собрана коммутация стабилизация шунт еще один который уже для того чтобы источник питания мог отслеживать ограничения тока вот эта идея именно таким образом разместить внутренние элементы тоже была взята у Дмитрия Коржевского ну а тут внутри я дырку сделал такую прорезал чтобы можно было если что туда при необходимости как-то быстро залезть значит что можно сказать о схеме все-таки надо о ней пару слов сказать мне для переделки попалась схема источника питания который называется ISO 450PP4S схемы я эти приложу все-таки на всякий случай вот эта схема изначально самого источника питания значит дальше схема по которой я переделывал но это как бы схема которая была взята за основу но тем не менее я в нее вносил еще свои некоторые изменения по ходу дела не получается никогда сделать так чтобы чего-то не изменить значит ну а вот эта схема это схема Дмитрия Коржевского которая тоже очень полезна для того чтобы понимать как все-таки сделано так чтобы было на выходе и регулировка от 0 до 10 вольт и от 0 до 25 вольт и сохранить при этом еще обратную полярность эта схема которую попалась мне вот этот источник питания он был собран еще таким образом что у него в качестве супервайзера который смотрит и оценивает состояние выхода устроена на микросхеме TPS 3510 в общем с ней пришлось как раз мне и повозиться из-за нее некоторая задержка также у меня произошла но тем не менее все заработало слава богу вот бояться ее не стоит если кто-то захочет повторить подобную конструкцию то пожалуйста смотрите схемы я эти сфотографирую и в общем достаточно можно будет остановить на паузу рассмотреть их и дальше реализовать а также они есть в интернете просто ищите поиском по ISO 450 источник питания на базе компьютерного блока питания он конечно имеет право на существование но идеала не получится надо понимать что такой источник питания выдаст вам напряжение которое дальше еще потребует потребуется фильтровать сглаживать если вы делаете какие-то схемы которые к этому критичны кому понравилось пожалуйста поставьте свою оценку если не понравилось тоже поставьте свою оценку ну вот на этом все до свидания приходите еще и всем удачи